Всем доброе утро. Мне кажется, я уже в известном нами районе. Какая лужа, капец. Наконец-то, не прошло и года. Все, вчера мне прислали на почту сообщение, что паспорт Богдана готов за гранник. Поэтому сейчас я приехала как раз после перерыва. Заберу два паспорта из ума и Богдана, и можно будет отправлять туроператору, чтобы она изменила серию, номер паспорта в этих путевках. Все, получили. Красавчики там такие, сейчас саду. Но я хорошо, я сразу почти прошла. А вот за мной там уже, не знаю, человек 20, наверное, сидит и ждет. Ну, в принципе, быстро, что, они нашли документы. Я порасписывала, все проверила и все. Нет. Все, заграники готовим. Всем приветики еще раз. Мы, получается, вернулись с мамой, с Ильинкой. Все, забрали мы, наконец-то, наши заграники и мой, Богдана. Я их отдала сразу маме, чтобы они завтра отвезли это все туроператору. И подправили там наши билеты уже на новые паспорта с новыми дамами. Как-то все, наконец-то, господи. Пять секунд делов за него это все. Хорошо, что мы приехали после обеденного перерыва. Почти сразу, так скажем. Получается, у них заканчивался обед где-то в час 45. А в час 55 мы уже там были. Просто то, что до меня было там 3, по-моему, человека. А вот после меня уже пришло человек 20. После вот меня и очередь такая скопилась. Так что, наверное, такой совет, что если есть обеденный перерыв, то лучше приходить где-то к началу. Точнее, к его, так скажем, уже окончанию. Вот. Так что все. Наконец-то с этим эпопея закончилась. И теперь надо будет нам. Осталось вот только поставить штампы в паспортограф у детей. И все, собственно говоря, все документы готовы. Я очень рада, что пока они, получается, мама с Богданом гуляют. У нас сейчас уже 7.23. Богдай скоро спит, наверное, около даже полтора. А мама с ним гуляет. Да, полтора часа она с ним уже гуляет. Он уже спит, уснул. Так что отлично. Сейчас они уже, наверное, скоро. Мама мне уже напишет, чтобы я выходила, его забирала. И мама поедет домой. У меня пока есть такая возможность. Я сижу, делаю альбом по электрике в свой проект. Вот. Что у нас погода? У нас ухудшилось. У нас теперь какой-то холод плюс 20. Сейчас, конечно, да, вышло солнышко. Но до этого весь день было пасмурно. Вчера тоже. И я поняла, что я очень метеозависимая. Даже не то, что вот, да, там на погоду, на давление. На это тоже у меня до этого вот какого давления. Но по настроению именно. Я поняла, что почему еще не изобрели никакие какие-то такие световые солнечные лампы. Чисто для дома. Чтобы дома, а-ля, всегда было солнышко. Можно, в принципе, тогда на улицу не выходить. Так как там просто сраненькая какая-то. Я, на самом деле, я вообще ненавижу осень. Потому что она у нас не такая романтичная, как в фильмах. Когда там глинтвейн, листики падают. У нас это просто тоска серая. Вот эта вот вся серость, да, и отсутствие солнечного света. Вот этих вот лучей. И на самом деле, вот когда солнышко светит, блин, вообще все прекрасно. А вчера у нас весь день было пасмурно. И я словила себя даже на какой-то грустинке. Я такая, ё-моё, два месяца прошло. Сегодня у нас 30 июля. Я понимаю, что два месяца прошло. И у меня эти два месяца прошли просто в такой работе запарной. Что, собственно говоря, я пропустила это все лето. И самое главное, я хотела такая, типа, все, в августе. Типа, не буду сейчас брать никакие новые проекты. Оставлю уже, ну, на осень, на зиму. Буду наслаждаться летом. Или такой, все, тю-тю, плюс 20. Конечно, я тоже словила немного грусть за счет этого. Но, блин, мне кажется, лето всегда так быстро проходит, что за ним невозможно угнаться. А вот если бы мы жили где-то в Турции, где постоянно тепло, ну, блин, всегда будет хорошо там, где нас нет. Поэтому, ах, ничего страшного. А то, главное, что лето у нас продолжится еще в сентябре. Причем сразу 1 сентября. Тю-тю, море, солнце, пляж. Я надеюсь, что это тоже даст какой-то прилив еще большей энергии. Вот. А так, чё? Так, походу, наслаждаюсь от чего есть. Потому что весь август обещает такой вот прохладный, холодный, плюс 20. А вот мне плюс 25. Да, дома жарко, но зато светит солнце, и все прекрасно. Так что пока у меня есть еще такая возможность поработать качественно, я пойду поработаю, и к вам, может быть, попозже выйду. Потому что сегодня я хочу заняться... Мне пришли на Валбересе баночки для круп. Поэтому я хочу навести красоту и организацию в ящике. Только я пока думаю, это на влог снимать или все-таки в шокс, там, в риллс. Ну, а думаю, так и так, как-то там скомбинирую туда-сюда. Так что все, пошла я работать, и потом к вам, может быть, еще подключусь. Магдайс, ты такой на бане, когда пояс разнулся. Кто такой? Магдайс, я... Привет! Ты что, сколько ты поспал-то, господи? Два с половиной... Вот если он на улице спит, шикарно. Если я его дома даже укатываю в коляске, он спит полчаса, сорок минут, ну, час максимум, он встает. Вот, или надо идти его докатывать, что не всегда так срабатывает. Да, вруте, я говорю... Вруте, я говорю... Ты такой пупс! Ты такой сладкий пупс! Пойдешь ползать? Укладка у тебя после шапки просто бомба. Он такой сладкий, когда просыпается. Ну, ладно, ладно, ты всегда сладкий. Магдайс, очень всем нравится, конечно, к вам, да? Ладно, пошли раздеваться и ползать. Так, собственно говоря, как-то вот так. Мы с ним купаемся. Он сидит вот так, в шезлонге вот в этом. И я сюда уже подкладываю плед, потому что он уже, конечно, тяжелый парень, и наклоняется шезлонг прям хорошенечко так. Ну, и на всякий случай, возможно, это тревожное. Окей, да? Ну, я подкладываю плед, что если что, там отчелокнется, чтобы он плюхнулся на пледик. Не знаю, возможно, лайфхак, возможно, это бред какой-то, но делаю так. А я отправляюсь в душ использовать все свои баночки. Дай. А Богдан спокойно так вот может получиться-ка покачаться. Самое главное, чтобы мама была рядом. Давай, будешь хлопать? Хлоп-хлоп-хлоп. Не будешь? Так что все, отправляемся купаться, врубаем музыку. Все, я покупалась, Богдан поел. Собственно говоря, вот так это все выглядит. Мы опустили кровать, то есть там такая сетка еще висела, и в итоге мы туда положили двухспальное такое одеяло. Сверху матрас, который из детской кровати, и сверху матрас, который тут был. Потому что вот этот молодой человек уже вот так вот становится, и мало того, что он еще уже пытается встать на ножку. Поэтому это... Где твой носок, Богдан? Где ты носочек потеряла? Давай ложись! Поэтому уже стало страшно, и мы вот такую конструкцию придумали. Да? Богдан, ты вообще взрослеешь с каждым днем. Пытается уже во все встать, и все. Богдан, ты что хочешь встать у опоры? Моя булочка. Кадр ты мой любимый. Богдан, мой любимый кадр. Дай. Как ты любишь, когда тебя хвалят. Это вообще. Дай. Угар, скажи. Давай ложись. Ножки затекут, будут болеть, я не знаю. Погдай. Все, ложись давай. И по поводу ухода за волосами. Значит, заказала себе вот такое вот новое средство. С эти, не знаю, 15 в одном. Я вчера попробовала, ну, на обычные волосы, не на мокрые. Мне понравился эффект. Вкусненько пахнет. Поэтому попробуем сейчас на влажные волосы. Вот это вот у меня уже все закончилось. Тоже мне понравилось. Но я люблю что-то новенькое все пробовать. И на корне волос я пшикаю вот это вот средство. Где фокус? Да, е-мое. В 15 айфоне какая-то проблема постоянно с фокусом. В общем, на корне пшикаю вот это вот, как от выпадания для роста. У меня была терапия. Но вы будете смеяться, но я ее потеряла где-то дома. Я не могу найти этот флакончик. И на кончики наношу такое вот масло. Вот это у меня уже скоро закончится. Надо какое-то новенькое найти. Так что, если у вас есть какое-то прям классное масло для кончиков волос, посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях. Но мне нравится что-то вот, когда в составе есть органовое масло. И по поводу выпадения волос. Оно у меня вообще прекратилось. То есть, они выпадают сейчас как бы как в обычном порядке, я не знаю. То есть, я со своими волосами. Ну, продлилось вот это вот выпадение, наверное, где-то месяца полтора-два. Вот именно вот прям такого жесткого, сильного, что все было на полу. Постоянный пылесос. А сейчас уже, ну, как месяца два, наверное, все и восстановилось. Так что, не волнуйтесь, останетесь со своими волосами. Вот. Так что, такой у меня уход за волосами. Ну, шампунь, бальзам я использую вот от Миксит. Я их, по-моему, показывала в какой-то распаковке. Вот. Так что, идем сушиться. Говорят о любви и отражают солнце. Ты прячешь за спиной мои любимые цветы. Просы в идеальный парад. Самые классные борсы. Ты любишь меня? Конечно. Какие вопросы я расплываю. Как шоколадка. Малышка. Как ты меня, малышка. Я расплываю. Я расплываю вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Ой, делай мне парень. Самый. Ты любишь меня? Да. Ты любишь меня? Ты любишь меня? Мы ч Arya, я отплываю. Я живу какая. Ты любишь меня? Ты любишь меня? Всем доброе утро, у нас с вами новый день, сегодня у нас суббота, Богдасик опять моих родителей, мы его, значит, отправили сашными родителями, они, в общем-то, ну, в субботу утром всегда уезжают на дачу, и они заехали к нам, забрали Богдана и отвезли моим родителям, потому что им это все по пути. Окей, так что ребенок пристроен, а мы с вами начинаем делать блинчики, конечно, у нас уже не завтрак, это уже скорее обед, у нас где-то, по-моему, 2 часа дня, поэтому решили мы, что хотим блинчиков, Саша пошел за сгущенкой в магаз, я пока налила молоко в стакан, чтобы оно погрелось и было комнатной температуры, достала 3 яйца, и, в общем-то, приступаем с вами к блинчикам. Вообще, на самом деле, это так странно, я думала, что я не смогу Богдана отдать, ну, наверное, вот, ну, до года точно, если не до полутора, ну, тогда, да, чтобы вот там, хотя бы на день, ну, без ночевки, без всего, понятное дело. А тут, один раз попробовав, мне как-то это понравилось, поэтому, если вам предлагают, то не отказывайтесь от помощи, а если не предлагают, то, как бы, извините, принимайте внука, да, и сидим с ним, вот. Так что я очень рада, не, конечно, да, как бы родители сами за, так как мамы приезжают в будни, а папа, ну, папа мой, получается, дедушка Богдана, он работает в будни, он никак не может приехать там, посидеть с Богданом, то выходные, это единственное время, когда он может провести с внуком. Поэтому все ради них, ну, и, конечно же, чтобы мы дома тоже побыли и вдвоем, и чтобы это все разгребсти, так что у нас сегодня опять уборка и дел куча, так что я очень рада. И пока вот он у них, я, понятное дело, да, пишу, там, спрашиваю, что делаете, там, поспал, поел, мне видео и фотоотчеты скидывают, но внутренне я вообще как-то спокойна, то есть, что, ну, он там, я тут, мне тут некогда, собственно говоря, скучать, когда вот они его уже под вечер привозят, понятно, что за целый день я соскучилась, я его рада видеть, но, знаете, вот пока вот он, да, у бабушек и дедушек, то, ну, и я тоже как-то прекрасно живу свою жизнь и делаю все остальные свои дела, вот. Так что всем желаю такой же помощи, а если ее у вас нет, то просить, потому что некоторые могут, да, не предлагать свою помощь или думать, что она вам не надо, а извините, она еще как надо. Так что все, всем хорошего дня, я приступаю к блинчикам. Я жарю блинчики, чтобы наконец-то обедать. Хорошо, что плиту я все-таки решила не мыть, сначала пожарить. Тут какой-то капец, опять, тут еще раз ворок, но мы вот так убираемся, зато теперь тут нормально все, но это еще в процессе. Багдасик дома, он уже устроил воздушные ванны, пока мы собираемся идем купаться. Значит, его манатки, тут у нас гора мусора, что мы сегодня тут разгребали. Короче, прям классно получилось, и гардеробная тут, правда, стиралка стирает шумно. Вот так заходим, конечно, когда тут появятся палки, в скором времени, надеюсь, завтра еще вон там надо разобраться, но зато теперь заходим, и тут прям кайф. Робот-пылесос сюда перенесли, так как это молодой человек начал на него заползать, но при этом, когда пылесос ездит и убирается, он его боится и начинает орать. Вот, так что все наши палесосы тут, там у меня химия, все для стирки, там стираются эти тряпочки и тапочки. Вот, так что теперь тут свободна красота, и завтра понесем весь этот мусор на свалку. Все, а мы отправляемся с Багдасиком купаться, сейчас надо будет ванную помыть сначала, потом его туда забросить, чтобы он поплавал, и идти уже укладываться на ночь. Собственно говоря, вот так вот. Беленок сам себе выбирает игрушки, книжки. Багдас, я просто ему наклонила эту корзину, чтобы он взял сам оттуда, что ему понадобится. При этом он сейчас эту вот игрушку он взял, с ней повалялся, поигралте, и он ее обратно туда положил. Мой шов в шоке. Багдас, где мой второй носок вообще? Клади обратно, доставай новую игрушку. Кстати, мы в новом своем комбинезоне песочники с Алика, но мне не очень нравится, как там вот в центре. Но я его, когда сейчас он наиграется, переверну и покажу. Потому что, когда ребенок занят, вообще лучше ему на глаза не попадаться и его не отвлекать. Иначе, если вот я мимо прохожу, а он видит, что я свободна, то все, видите меня на ручке. Книжка, давай, гуси-гуси, га-га-га. Ему очень нравятся такие книжки-кормушки. Давай. Складываем, или что ты будешь? Я так читать, Богдан? Ой, я там расскажу уже другая штука. Вообще, я не помню, в каком-то видеоролике у кого-то я слышала, ну, по-моему, это кто-то был психолог, не буду точнять кто, я не помню просто. И она сказала, что лучше в таких координатах не хранить игрушки, все должно быть в стеллаже, в контейнере, чтобы ребенок все это видел, чтобы он, да, ну, сам выбирал. Но, так как тут в гостиной я не особо планирую что-то делать ему, именно его детскую зону, его детская зона, это вот коврик, корзина и вот этот бассейн. А, ну еще фо-мамс, и то это пока что, да, так как тут еще нет дивана. А потом, извините, это все, по большей части, переедет в детскую, ну, точнее, там и так, завал детских игрушек, погремушек. Поэтому пока что, скажи так, Багдач, а вот эта кошка, это вообще кошка из моего детства, это моя кошка. Вообще, я не особо люблю мягкие игрушки, но какие-то такие у меня есть. Ну, и, соответственно, они у Богдана. Всем доброе утро. Ребенок выронил зайца Алило, точнее, он его швырнул. У нас уже следующий день я помыла голову, она и красилась, собралась, потому что сегодня я, наконец-то, планирую снимать видео с баночками, как я организовываю пространство на кухне, и также в облог, именно сюда уже запишу, как я обустраиваю шкаф в прихожей. Мне уже пришли подставки под обувь, я их уже собрала и поставила, но это ничего не снимало. Я прям это все в моменте сделала. Вчера забрали прозрачные такие коробки под обувь именно для хранения. Вот, так что сейчас немножечко сами они подсохнут, и потом я иду сушить, иначе это прям очень долго происходит. Вот, что я хотела обсудить? Я хотела обсудить, понятное дело, да, закрытие YouTube, а на самом деле я не особо верю, что прям вот он закроется и все, и мы не сможем сюда, да, ничего не выкладывать и не смотреть. Так, меня подбеживает музыка на Алило, я пойду ее выключу или сделаю потише и к вам вернусь. Так, продолжим наш разговор насчет YouTube. Не верю я, что он вот так закроется и все, мы не сможем иметь сюда доступ. Мне кажется, с тем же VPN, да, мы сможем тут пользоваться, все смотреть. К слову, я не особо читаю там новостные какие-то паблики, вот это вот все, но мне это не особо, так скажем, есть, когда это читать. А если что-то случится, понятное дело, я об этом узнаю. Вот, и честно, случайно я это вообще услышала или в Телеграме у кого-то, или на YouTube во влоге, не помню точно я, от кого я услышала эту информацию, такая, чего? При этом, да, к слову, у меня все работает до сих пор, все прекрасно. Вот до этого видео, которое я выпускала в воскресенье про прикорм и про, да, наши заготовки, оставлю ссылочку. Обязательно посмотрите, очень полезно, кто готовится к этому делу или как-то хочет облегчить себе материнство. Потому что, реально, если бы не заготовки, я бы тратила больше времени на готовку Богдана. Вот, и у меня все прекрасно загрузилось, то есть влог у меня также там загружался и обрабатывался, наверное, около, ну, часа-полтора, то есть, как обычно. При этом я смотрю видеоролики как на телефоне, так и на телевизоре, у меня все грузится, у меня там ничего не зависает, все в хорошем качестве. Поэтому я пока что, я вообще не заметила никаких проблем. Сегодня у нас 5 августа я снимаю, поэтому я не знаю, у меня все прекрасно грузится. Я понимаю, что, да, ограничения уже начали вводить, но полностью они, так скажем, войдут, да, в свой режим это в сентябре. Конечно, это очень печально, но с другой стороны я понимаю, что в блоге, да, в блогерстве крутится столько денег. И смысл, да, так скажем, рутубу, наши именно площадки, отдавать эти деньги, да, или делиться с рекламодателями, если можно, это все на одной площадке делать. Ну, вот с этой точки зрения я, конечно же, их понимаю, к чему это все скорее ведет, так как все уже прекрасно поняли, что на блогерстве очень хорошо люди зарабатывают. Я не зарабатываю на нем еще пока что, но, как бы, да, другие очень хорошо зарабатывают и живут именно только на этот доход. Вот. Поэтому, что я думаю? Напишите в комментариях, где бы вам было удобно смотреть. Я, как бы, буду продолжать выкладывать все на ютубе, насколько это будет возможно. Я буду стараться находить какие-то выходы, пути. Я всем сердцем люблю ютуб и сама я не, ну, не собираюсь особо куда-то переходить именно как зритель. Также я смотрю параллельно Рутуб, но там скорее я смотрю только нескольких блогеров или шоу, да, например, которые там шли по ТНТ и в эфире можно их там посмотреть. Именно чтобы я просто заходила на Рутуб и кого-то смотрела постороннего там или нового, такого не происходит. Я всех смотрю на ютубе. И, конечно, да, все равно зритель, он привыкает к потреблению одного контента. Поэтому так же, как я и по себе сужу, то есть девочек-блогеров, которых я смотрю, я их и буду смотреть. То есть не важно, где, куда они там перейдут. То есть Рутуб, например, для меня площадка удобная, я не знаю. Понятно, да, если бы я там сидела бы каждый день, как в ютубе, она бы мне стала там родной и привычной. Но так как я захожу туда, дай бог, там раз в неделю-два, ну, что-то посмотреть именно, кто выкладывает, то, ну, вполне приемлемая площадка. И, конечно, да, не будем забывать, что монетизация, это тоже очень хорошо, что с ютуба я ничего не имею, да, насчет той же монетизации. А на Рутубе это будет проще, и там это все, так скажем, да, законно узаконено. А на ютубе, к сожалению, нет. Поэтому это тоже такой своего рода определенный минус. На Яндекс.Дзен, на ВК.Видео, я вообще не особо рассматриваю эти площадки, единственная альтернатива такая, это все-таки Рутуб. Насчет запрещенной нашей соцсети с картинками, она у меня есть, подписываемся, тут оставлю свой никнейм, да, страничку. Но там я не планирую выставлять именно сторисы, да, 24 на 7, как у нас тут все происходит. Я понимаю, что там больше денег, там больше охватов, там больше людей. Ну, блин, мне ближе ютуб, мне ближе, вот, да, что-то такое, влог душевное, идти в запрещенную соцсеть ради, там, денег больше охвата. Но пока что нет у меня в этом необходимости, нет у меня на это желания, мне достаточно ютуба, вот. Но там я также появляюсь, что-то бывает, я там выкладываю в основном, да, там, какие-то с рабочих моментов истории. Но, так что, если что, будем там с вами, будем с вами в Телеграме, так что подписываемся еще в Телеграме. Но ютуб, я не верю, что прям закроют полностью, если что, с VPN будем сидеть, знаете, запрещенный грамм у нас уже блокировали, но все сидят там, да, с VPN-ами и все в порядке. Поэтому остаемся все равно мы с вами и где будет возможность, там мы будем выкладывать. Я пошла к Багдасику, я не знаю, что он хочет, но что-то с ним побуду, и потом пойдем обустраивать шкаф прихожей. Все, волосы я посушила, я очень довольна вот той сывороткой от Сейлти, 15 в одном, и, в принципе, я довольна сейчас качеством своих волос. Конечно, я хотела дойти на процедуру по волосам, да, например, тоже счастье для волос, но как-то не нашлось на это время. Но зато я записалась на 9 сентября, в эту пятницу, я наконец-то пойду на брови, и мне сделают такое, как напыление бровей. Так как я поняла, эта процедура схожа с микроблейзингом, но, как мне объяснила косметолог, что напыление, оно там по своим технологиям, оно лучше. Ну, и как раз с ней обсудим еще, что мне надо сделать с лицом, потому что я заметила, когда я монтирую влог, прям вот тут вот межбровка вот эта вот, я как-то, как я вот хмурюсь, как-то вот так вот хмурюсь. В общем, вот эта вот часть меня раздражает, она мне не особо нравится, я хочу, чтобы ее не было, вот. Поэтому, я не знаю, спрошу у нее, что можно сделать, вообще каких-то витаминчиков, может, ну, насчет пилингов я не особо хочу что-то делать, а вот насчет межбровки я обязательно проконсультируюсь, надо ли что-то с этим делать, потому что все-таки года идут, конечно, молоды, прекрасные, но я не против, там, может, гиалуроночку что-то вковать, я насчет вот этого мало чего разбираюсь. Да, понятно, это все частично, это страшно, и после просмотров видеороликов, как потом вот это вот все перемещается по лицу, конечно, стрёмно, но если делать у проверенного мастера, и если все-таки это делать как-то, да, в умеренных количествах, то, надеюсь, в своем роде это безопасно. И понятно, да, что потом это может расплыться, но хочу-то быть я еще более красивой-то сейчас, а не вот потом-то, так что дойдем мы до косметолога, так что в пятницу едем мы на процедуру, так что у меня будут шикарные брови, и в Турцию полечу я уже с бровями, и как раз надо именно, чтобы там несколько недель после процедуры прошло, чтобы не быть, вот, да, до таких прямых солнечных лучах. Я побежала к Богдану. И пока мы с Богданом уходим сейчас на прогулку, потому что он уже хочет спать, сюда закинул, значит, кабачок, тыка, морковка, филе индейки и цветная капуста. И я обожаю батат. Я очень надеюсь, что Богдану он тоже понравится. Я его очень долго не могла найти, но в итоге нашла я его во вкус виле, и причем по приемлемой цене заказала я сразу 2 килограмма. Я обожаю батат. Вот, так что все, закидываем. Будет сегодня пробовать в первый раз батат, а мы уходим на улицу, укладываться спать. В ближайший час мы проведем в хорошей компании с булочкой, с моим обедом и с латтем. Тут моя вторая булочка любимая. Да, Богдай, спать он не будет, я так понимаю. Сна не в одном глазу, поэтому сейчас буду в телеграмме отвечать на ваши вопросики в кружочках. Мы вышли с Богданом на прогулку, да? Все шапки маленькие. Сейчас надо понять, какую-нибудь сейчас в размере заказать ему новую. Так как еще точно август и сентябрь, нам надо ходить в такой легенькой. Ну, я думаю, что сентябрь будет теплый. Это наши новые штаны, которые показывал в последней распаковке. Ко всему подходят идеально, потому что они бежевые, универсальные. И он уже в этой жилеточке, на нее, по-моему, тоже делала обзор, показывала. Вот, и еще он в какой день, уже третий-четвертый, он не засыпает днем на груди. И поэтому приходится с ним походить на прогулку, потом заносить коляску обратно. Мы вернались в прогулки, и я в Азоне заказывала вот такой. Вот, оказывается, есть еще в паучах и творожки. Богдан будет первый раз пробовать. Тут, конечно, состав не такой чистый, как вот у именно натурального там Тема или Агуша. Но, мне кажется, так, на перекусы иногда можно и побаловаться. Ну, давай, пробуй. У тебя там попадает что-то, Богдан? Ну, что? Поздно? Мы отправляемся сами ужинать. У нас тут ленивые голубцы. Мама вчера готовила перед Аланом с Кирой. И салатик сделала. Вот, купили помидорки. И арбуз стоит, охлаждается. Так что, идем ужинать. Багдан! Ты как тогда учился стоять? Давай, поднимай вторую лапу. Давай, вставай. Давай, вставай. Надо убирать этот второй матрас обратно в детскую. Давай, справишься. Давай, силач. Да, хопа. Вот как умею подтягиваться. О, молодец. Богдан. Ку-ку. На этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Все домонтируют, чтобы завтра вам его уже выложить. Всем спасибо большое за просмотр. Присоединяемся также в Телеграм-канале. Я сегодня отвечала там на вопросы. Периодически буду что-то такое делать, чтобы там тоже было интересно. И там, конечно, с вами можем пообщаться прям в лайв-формате, прям в живом. Здесь и сейчас. Так что, все. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Я надеюсь, что мы продолжим увидеться с вами на Ютубе. И до новых встреч. Пока-пока.